Уважаемые дамы и господа, к сожалению, вместо открытия мне приходится закрывать. Я очень извиняюсь за опоздание, за задержку в связи с делами по службе. Наверное, то, что я хотел бы сказать в самом начале, те же самые вопросы, они остаются и, собственно говоря, для закрытия нашего круглого стола. То, что, наверное, ключевыми факторами или ключевыми вызовами, с которыми российское ядерное образование сталкивается, это, собственно говоря, как в наиболее полной степени обеспечить всеми необходимыми компетенциями стратегию, в том числе и международную стратегию Росатома. Безусловно, каким образом и наиболее эффективными способами поддержать развитие международного ядерного образования. Ну и, безусловно, третье, последнее по очереди, но не последнее по значению, может быть, даже сегодня и первое. Какие уроки, собственно говоря, имеет инцидент в Гусиме для, собственно говоря, образования, ядерного образования и систем подготовки персонала. Надеюсь, что во время Атом-экспо и этого круглого стола, ну и, собственно говоря, то, что мы и делаем, сейчас будет хорошая возможность обсудить проблемы и те важные аспекты развития международного ядерного образования для того, чтобы, в первую очередь, безусловно, ответить на все те требования, которые предъявляют к нему уже как страны, которые являются членами, так называемого, ядерного клуба. Ну и, безусловно, также ответить на те требования, ожидания и потребности тех стран, которые вступают на путь развития ядерной энергетики и, скажем так, присоединяются к так называемому ядерному клубу. Ну, наверное, все, что я хотел бы сказать в завершение. Спасибо вам большое за тот интерес, который проявлен к ядерному образованию как в России, так и в международном аспекте. Ну и хороших и благотворных вам дней во время Атом-экспо. Спасибо большое.